Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Последнее предупреждение. Срочно. Уведомление о неуплате. Что ж, ответь на вопрос. Если бы ты был овощем, то каким? Серьезно, будем сейчас играть? Мы уже играем. Что ж, ладно. Да. Помидором. Помидором? Это и фрукт, и овощ. Он многогранен. Как я. Ведь я много чего умею. Так и ответишь, если они тебя спросят. А что? Ладно. А ты бы что ответила? Я была бы луком. Луком? Почему? Потому что у него много слоев. Как у меня. Ответь, лук. Да. Хорошо, но на собеседование иду я, и это жуткий ответ. Мам, тебе хуже? Я в порядке. Мам, а вдруг с тобой что-то случится? Не беспокойся обо мне. Эй. Клянусь, я никуда не денусь. Ешь. Или хочешь опоздать. Обладаете ли вы особым даром? Да. Нет. Конор Рид? Это я. Это я. Это нам придется убегать и спасаться. Они преступники. Пусть они и скрываются. Как вам такая мысль? Плевал я, что они родились такими. Согласна. Они представляют угрозу. Открыто скажу, они меня достали. Пошевеливайся. Томми, умоляю тебя, каждый раз одно и то же. У меня вот-вот еще один груз приедет. Идем. Да сколько ж можно. Джо, еще один нужен? Час назад был нужен. Слушай, я бы сейчас не отказался. Дорогая ложка к обеду, Конор. А ты хрен когда заявился. У тебя новый груз сейчас придет. Грузовик полный. Заплачу тебе за полдня. Меня час не было. Не устраивает, можешь проваливать. Здорово. Привет. Как собеседование? О, сразил их. Приступаю в понедельник. Полный соцпакет, угловой офис. Ну, просто мечта. Т-106, прибыл на Уэст-Лейк, 162. Вижу троих рабочих у фасада. Стражи на готове. 10-5-2-20. Подкрепление дронов на месте. Можете подходить. Внимание, это полиция. Все рабочие должны выйти до опознания. Мы на Уэст-Лейк, 162. Вы бригадир? Да. А в чем дело? Нам сообщили о применении дара. Надо же. В первый раз о таком слышу. Ладно. Встаньте в линию. Живее. Так, кепки сняли. Головы вверх. Половина ребят наделена даром. Все, кто с особым даром, собирайте монарки. Ваш рабочий день кончился. Еще раз захотите использовать дар, получите разрешение. Где б еще бабла на него взять? Я не знаю. Не моя проблема. Последний в ряду опустил голову. Эй, говнюк! Эй! Вверх смотри! Быстро! Одаренный, третий класс, мужчина, 32 года. На него есть ордер. Руки вытянуть перед собой, живо! Не двигаться! Стражи готовы к спуску. Повернись. И медленно руки за спину убрал. Герой. Настоящая польза общества. Что не так? Поговорить хочешь? Назад, назад! Ладно, ладно. Всем лечь на землю! На землю! Немедленно! Перестрелка на Уэст-Лейк, 162. Полицейский ранен. Требуется подкрепление и скорая. Приготовьтесь, будьте на высоте 150 метров до дальнейших указаний. Объезд подозревается в сбытии птики и находится в 106-й квартире. Это человек Маркуса Санклифа. Вижу цель. Подкрепление на земле скоро будет. 218, 40 метров готов. Чисто. Приступайте. Вас понял. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Стой! Лег на пол, мать твою! Ты цел? Да. Коридор. Покажи грёбаные руки! Будь я тобой, я бы поджалил тебе жопу. Тут комната! Вперёд! О, бог ты мой! А вот оно. Восемь человек госпитализированы после полицейского рейда в одной из лабораторий ПТИ. Кем считать людей, отдающих свой спинной мозг, жертвами или торговцами? Благодаря отважной работе нашего отдела мы одерживаем верх в войне с ПСИ. Но, радуясь успеху этой операции, нельзя забывать, что жестокие картели до сих пор отравляют жизнь нашего города. Полиция также опубликовала видеозапись, которую они назвали «Путь ПСИ». На ней мы видим фабрику, где наркотик ежемесячно сжигается. Этим полиция говорит, чем больше вы производите, тем больше мы сжигаем. Мэри, почему это замёрзло? Так не может продолжаться. Эти твои эпизоды, или как ты там это называешь, влетают мне в копеечку. Отныне всё это вычитается из твоей зарплаты. Эй, ты как говоришь с моей мамой? Конор, эй. Всё хорошо? Да, нормально. Подожди пока в машине. Да, подожди пока в машине. Что ты сказал? Я говорю с твоей мамой, а ты лучше подожди в машине. А ты лучше завали... Конор, хватит! Прекрати! Вам лучше уйти. Сейчас же. Иди. Мне очень жаль. Ты тоже. Сколько же можно тебе повторять? Никогда никому не показывай свой дар. А как же ты? Почему замёрз соус? Как это случилось? Ты уже. Ты тоже. Что? Это вы Idee. Что? Я,abord, прикрабал. Это Edison! Да ему ещё что-то туда не стало. Теперь мы его не призрятать. Не вини себя как он. Я хочу быть недарише. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Я не знаю, чего он хочет. Просит твой пикун. Да? Ладно, бери. Знаешь, вот я не пойму, с чего вдруг такой парень, как ты, связался с дегенератами вроде нас? Кто это тот дегенерат? Фред, ты это слышал? Это вы нашли меня. Ты сам сел в машину. Зачем? Мне нужны деньги. Сел бы в любой пикант. Там почти честные бабки. Мне не хватает. На что? Не важно. Это важно мне. Нам нужно знать, с кем мы работаем. Моя мать больна. Ясно. Посмотрим, что ты умеешь. Идем. Не облажайся. Желаю эту дачу. Спасибо. Видишь эту тачку? Надо ее взять. Отруби сигнал. Что? Чего ты там забыл? Тачка здесь. Черт. Какого хрена? Я думал, есть работа. Да, есть. Через три дня мы будем брать банк, а ты вообще не готов. А до этого держись меня, повторяй за мной и делай, что говорят. Коротни сигналку. И сколько ты заплатишь? Двадцать пять кусков. Мать тебя одна вырастила? Отец рано умер. Он тоже был одним из нас? Электрик. Убит при ограблении магазина. И тебя учили не применять дар, чтобы ты не кончил, как он. Зажги, чтобы она не потухла. Чувак, дай мне небольшую отсрочку, прошу. Часики тикают, Джоус. Где деньги? Никто не берет разбодержанную дурь. Мы построили этот город так? Мы управляли заводами, строили дома и дороги. У них появились машины, и не для прибыли, а просто чтобы избавиться от нас. Потому что обычные люди всегда нас ненавидели. Просто в лицо они нам улыбались. Отлично. А где остаток? Это все, что он дал мне. Ты считал? А мне что, считать их при всех? Мне насрать, где ты будешь считать. Всегда надо считать деньги. Ну ладно. Так, вон парень, который тебе не доплатил. Я с электриками не мучу, так что будь готов. Как ты хочешь прожить жизнь? Жить по их правилам, слушаться их указов, скрывать дар? Нахер. Ты есть и всегда будешь электриком пятого класса. Майки! Гони мои бабки. Умерь свой пыл, чувак. Трест вышел на меня, они говорят, вам хана. Тут моя территория. Так вали отсюда нахрен. Сам нахрен вали. Будь собой. Если видишь что-то, что ты хочешь, бери это. Мэри сегодня не работает, так что прошу прощения. Соберись. Не расслабляйся, Коннор. Волна! Продолжение следует... Привет. Все нормально? Терпимо. Помнишь про то собеседование? Да. Мне перезвонили. Так. Ты получил место. Да, я получил место. Ты получил место. Если все срастется, может, наконец покажем тебя врачу. Хорошо, хорошо. Увидишь. Все наладится. Я знаю. Вот он, пятый класс, 26 лет, судимости не было, до сих пор живет с мамой. Работы нет, утопает в счетах от врачей. Ну, а что думаешь? Когда жизнь к людям сурова, они дают сдачи. Да, с некоторыми так и бывает. Прицепи его портрет на носка. Я могу вам помочь? Пожалуй. Эмили, красивая Эмили. Чем я могу быть полезна? Скажи, что увидел. Два охранника следят за каждым движением. У них пушки. Камера в каждом углу. Хранилище управляется откуда-то снаружи. Там двухфазовый замок. Первая фаза код. Вторая проверка входа в хранилище за пределами банка. Они контролируют ток двери, но замкнуть ее волной нельзя. Включается сигнал. Дрон прилетит примерно через семь минут, а мы выйдем через пять. Эй, с третьим проходом я закончила. Расставят банки в конце зала? Нет, попрошу кого-нибудь. Но больше никого нет? Я не хочу никаких проблем, ясно? Я сам расставлю. Так, процент на выдачу наличных у вас девятнадцать и девять. Учитывается тут же. Там слишком много народу. Ничего, справимся. Идем. Всем лечь на пол! Немедленно, мать вашу! Шевельнетесь, будет больно! За работу! Шевельнетесь, будет больно! Сигнал тревоги из банка «Линкольн-Доминион» в зоне семь. Возможно, происходит ограбление. Поотболил. 13-14 минуты на место. Не пытайся тянуть время! Живее, живее, давай! Прошу прощения. Все хорошо, все хорошо. Дыши поглубже, хорошо? Глубокий вдох. Вводи по одной цифре. И пойдешь домой. На пол! Не двигайся! Какого хрена? Что? Уклакывай. Вставай! Где еще деньги? Какие? 500 тысяч долларов. Они должны быть здесь, в этом гребаном сейфе! Все вывезли перед выходными. Когда? В 4 часа. Мать твою! Все подразделения в зоне семь. Направляйтесь в банку «Линкольн-Доминион». Код 8. 20 секунд за цель. Твою ж мать! Эй! Пора валить. Черт! Валим нахрен. Черный ход. Лицом в пол, мать ваша! Все. Куда делись эти сраные деньги? Это полиция. Стоять на месте и не двигаться. Лицом на землю. Положить руки за спину. В противном случае мы будем стрелять. Бесконтактный ток. Лечь на землю. Это последнее предупреждение. Либо сделаешь это, либо нам хана. В случае неповедовления, баба будет открыт огонь. Наши готовы. Вытаживайтесь. Обнаружена угроза. Электрик высокого уровня. Он готовит удар по дрону. Вытаживайтесь. Снимите нас. Давай! Теряем управление. Первый двигатель вылетен от строя. Теряем третий двигатель. Второй вылетен от строя. Ни хрена себе. Дрон сбит! Дрон сбит! Дрон сбит! Потеря управления. Что-то еще это слышит? Все подразделения к банку Линкольн-Доминион. Подозреваемый электрик высокого уровня. Повторяю. Все подразделения к банку Линкольн-Доминион. Спускаем не вертая. Срай! 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 Где остальное? Из сейфа все вывезли. Ты охренел? Тут всего 50 кусков. Ты должен знать, когда из сейфа увозят деньги. Как мы нахрен выплатим долг Тресну? Тут только 10% от того, что мы хотели. Так, значит, дельце туфта. Давай мать твою паной. Это ты облажался! Да не, придержи. Будьте осторожны, Гаррит. Отвали от меня! Отвали, брач! Бабый ублюдок, отдай! Бабый ублюдок, отдай! Работай башкой! Придумай, как заделать гребанную дыру! Фушка! Срай! Бабый ублюдок! Бабый ублюдок! Бабый ублюдок! Придумай! Бабый ублюдок! Субтитры сделал DimaTorzok Я знаю, где эти парни. Надо напасть на них, пока они не ударили снова. Это как два пальца обоссать. Я их возьму сегодня. Боже, Гаррет, ты, видно, не знаешь, в какой мы жопе. С трестом никто не воюет. Это нельзя больше терпеть. Мы же весь наш бизнес потеряем. Это мой бизнес! Слушай мои приказы. Ния. Ния. Ты цела? Да. Это безумие какое-то. Но меня не впервые дуло наставили. Убрать хотели Маркуса, это ясно. Причем здесь его девушка? Я ему не девушка. Все не так. Я не то хотел сказать, я лишь... Дай мне руку. Все хорошо, а это пустяки. Что ты делаешь? Не бойся. Господи. Господи. Ты целитель. Поэтому целились в меня. Ты лечишь его? На то есть причины. За пси? Не только за это. Я плачу свой долг. Он уходит. Не трогай меня. Сраный нарколог. Конор. Откуда у тебя это? За сверхурочные... Только не ври мне! Я туда звонила. Они о тебе даже не знают. Нам нужны деньги. После всех моих слов ты все равно сделал глупость. Мам, я пытался, как ты. Не выходит. Они не дают нам шансов. Ты говоришь, как твой отец. Ну и что? Он хоть что-то делал? Он хоть пытался? Чего ты ждешь от меня? У тебя мало времени. Посмотри. Я не буду сидеть и смотреть, как ты умираешь. Мам. Мам. Мама. Нет, 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 нет. Мама. Давай же, ну, ну, ну же, давай, мама. Мама, прошу тебя, мам. Болезнь развивается быстрее, чем мы думали. Опухоль прижал ее мозг к черепу. Поэтому она не контролирует свои силы. Хорошо, что она здесь. В ее состоянии опасно оставаться дома. Ее можно вылечить? Болезнь слишком долго игнорировали. Чтобы с ней справиться, оперировать надо немедленно. Оставлю вас. Подумайте пока. Это итоговая сумма за операцию. Нахождение в послеоперационной палате стоит 7 тысяч в неделю. Первые 5 тысяч долларов входит только анестезия. Когда мы получим первый платеж, переведем в предоперационную. Если вам нужен кредит. Конор Рид. Я офицер Парк, а это офицер Дэвис. Есть минутка? Нет. Ты, Конор, представитель не лучшей породы. Папашу твоего образцом не назовешь. Химический завод на ИС-5. Банк, Линкольн, Доминион. Слышал что-то об этих ограблениях? Нет. Ты вроде мутишь с Гарретом Келтоном. У него дело размером с мой член. Неужели такое мелкое? Гаррет Келтон работает на главной мрази Линкольн-Сити. Слышал о Маркусе Сатплифе? Мы сожгли больше его наркоты, чем у любого другого дилера в городе. Сколько мы сжигаем на следующей неделе? 4 миллиона долларов. Уф. Крах этого ублюдка всего лишь вопрос времени. Угу. А также всех его прихвыстней. Слушай, Коннор, мы знаем о матери. Знаем, что она больна. Ты связался с дурной компанией. Ради семьи и я бы так сделал. Но ты должен дать мне хоть что-то на Сатклифа. И я тебе помогу. Или ты хочешь, чтобы, пока твоя мать умирает, тебя в камере все халки в жопу имели. Не впутывай сюда мою мать. О, ты слышала-то, Парк? Похоже, он к ней привязался после того, как мы уложили папашу. Дэвис. Вот так, давай, крутой чувак. Ведь я просто мечтаю похоронить тебя рядом с отцом-лузером. Дэвис. Я бы перепроверил информацию. Вы не того взяли. Давай, за дело. Заходим обратно, я намекну ему... Мы отпустим его. Что? Мне послышалось, ты сказал, отпустим его. Мы сделали предложение. Да, он отмахнулся от него. У нас есть только электрик и нечеткое фото. Прокурор за это не возьмется. Раз так. Давай пойдем к нему домой и постараемся найти там горы пси. И дело закрыто. Перейдешь эту грань, Дэвис, и пути назад нет. Я понимаю. Ты хочешь сделку, информаторов и дело, я только за. Но прошу, Парк, не забывай ни на секунду, как опасны эти люди. Она сбила тебя с толку. И что ты им сказал? Нам нужно к Маркусу. Нет. Нельзя просто так выйти от копов и требовать встречи. Я ни хрена не сказал. Раз ты не веришь, я сам с ним встречусь. Зачем? Дело есть. Смотри, кто пришел. Не моргай. А парень кремень. Рот держал на замке. Сколько у тебя копы всего изъяли за месяц? Четыре литра. Четыре у тебя, три на Иссайде, два на юге. Берем девять литров, выставляем товар. Сколько он стоит на рынке? Десять миллионов. Десять миллионов долларов. И за три дня эти гребаные пидоры все это сожгут. Хочете взять путь пси? Ты получаешь пси, а я ее. А, как мило. Кое-кого умирает мамочка. Что, по рукам? Да, по рукам. Я обучу ее манерам. А, еще одна. Что же? Мы партнеры. Делим пополам. Ты помнишь, где я тебя нашел? Ты жрал из помойки, как бродячая собачонка. Помнишь, Гаррет? Я тебя пригрел, отмыл тебя. Дал тебе все, что ты имеешь сейчас. Я помню. Но позволь, я объясню тебе. Слишком большая территория, слишком много товара брошено к ногам одного человека. Мы работаем вместе. Расплатимся средством. А потом мы с тобой ни перед кем не будем в ответе. Ты и я. Ты и я. Давай, Гаррет. По рукам. Ты заслужил? Да. Между Мейн и Пятой глухая зона. Как раз туда нам и надо. Все проседает в самом центре Линкен-Сити. Из-за башен полета дронов там ограничено. Поэтому мы провернем это тихо. Чем дольше будет тихо, тем больше у нас времени. И никто не пострадает. Фургон поедет по этой улице. Здесь нельзя. Слишком много камер. На Мейн их еще больше. А если отправить его туда? У этой зоны Конор выходит на улицу. Мы оцепляем район. Как только сообщат о нападении, ограничения будут сняты. И они нас найдут. Сбиваем с дрона стражи и окружаем копов. Связываем их. Берем пси, уходим и никого не убиваем. Раз все иначе, Конор. Неважно. Никто не должен погибнуть. В фургоне четыре стража. Он лучше защищен от волны тока, чем дрон. У нас есть шанс, только если ты будешь близко. У тебя один шанс. Не промахнешься, у нас будет одно. Пусть он и пятого класса, но он всего лишь электрик. Каков план, если этот сукин сын облажается? Не облажаюсь. Не облажается. Посмотрим, как сильно он хочет спасти маму. Я сейчас. Мы можем поговорить? Нет, нет, постой. Неа. Вылечишь мою маму и уйдешь. Я тебя сюда не верну, обещаю. Я нужна тебе только потому, что я целитель. На остальное людям насрать. Стоит им увидеть, что я могу. Не делай вид, будто ты от них отличаешься. Я за친 вам не делай вид, что я что-то, что я целительное. Я за нее,kelnalnya. Я больше не делай. Вы не делай вид, которые ты от них присылал. til always. Не заходи. Я прохожу. Я тоже. Я хочу котор我不 equally провести себяcreatуле. Я прошу вам хочу. Девушки отдыхают. Они выехали. Дроны рядом с зоной 1. Дальше полет запрещен. Вас понял. Тридцать секунды. Ти-пятнадцать въезжают в зону запрета полетов. Дроны сопровождения. Быть на подхвате в зоне 3. Вас понял. Увидимся на той стороне. Дроны сняты в сопровождение. Ти-пятнадцать до зоны 3 вы едете сами. Они в зоне 1. А, черт, тут ремонт. Держитесь левее в зоне 3. Едем по Либерти. Ти-пятнадцатый, почему вы свернули? Уперлись в заграждение. Едем на восток по 3-й улице. Ти-пятнадцатый, почему вы свернули? Ти-пятнадцатый, почему вы свернули? Немедленно умеете... Минутку, пожалуйста! Отвободите на руку! Ага! Давай, давай, давай! Отвободите проезд, или вас задержат! Немедленно! Какого хрена он творит? Это последнее предупреждение! Чего этот козел ждет? Парни! Все хорошо! В чем дело? Нет, 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 не надо! Мы смотряем! Код 8, повторяю, код 8! 15-й пропал, выезжайте к нему! Стоять, 118, прошу разрешения на доступ... Требуется наезд на земле в зоне 1! Конор! Черт! До 18-й запрашивает разрешение на доступ! До 18-й оставайтесь на месте! Запрет на полет не снят! Сколько ждать наряд на земле? Нападение на 15-й! Нападение на 15-й! Прием! Они прожигают дверь! Они ходят в путь лесов! Не стреляйте! Завелись, мать твою! А ну, лежать! Лежать! Говорю, что жал! Лежать! Да что, под! 118-й входит в зону 1! Нахожусь рядом с целью! 118-й в зоне запреты на полеты! 129-й входит в зоне запреты на земле! Субтитры создавал DimaTorzok Ясно-насть а�бук Субтитры создавал DimaTorzok Это полиция! Немедленно бросайте орудие! Активируй стражей! Быстрее! Идём, идём! Ранено четверо полицейских! Нужна скорая! Ведётся розыск троих подозреваемых, наделённых даром. Без транспорта, миза 3-й и 2-й улицы. Чёрт! Машина! Открой любую машину! Хорошо, давай. 106-й направляется на 2-ю улицу. Подозреваемых не обнаружено. Гарретт, куда ехать? Эй, эй! Смотри на меня! На меня! Всё будет хорошо, держись. Ему нужно в больницу! Без тебя знаю, что ему нужно в больницу! Тебе надо в больницу, друг. А то истечёшь кровью. Мать твою! 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 У меня для тебя сюрприз. Нравится? Да? Твой папочка ещё очень новым не должен. Но, пожалуй, я пошлю кого-нибудь его прирезать. И будем криты. Дели всё на дозы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Чёрт! Маркус нас поимел? Нет. Это ты поимел нас. Охренел? План был твой. Не вали эту херню на меня. План был хорош, пока ты не взорвался. Он тебя развёл, Гаррет. И теперь мы в жопе. Куда ты идёшь? Этот электрик мог быть замешан во многих преступлениях. Он единственный, кому хватило бы силы и отчаяния провернуть это дело. Рид просто пешка. Откуда такая уверенность? Мы говорили с ним. Он не убийца. Так вы что, его задерживали? Почему ему не предъявили обвинений? Потому что предположение и доказательства не одно и то же. Поэтому я его отпустил. Теперь посмотри. Посмотри на сраную доску. Теперь хватает доказательств? Об этом не должны узнать. Если что-то пойдёт не так на кону вашей головы, это я гарантирую, мать вашу. Найдите мне этих сраных ублюдков. И где теперь твоя грань? Привет. Привет. Мам, мне очень жаль. Где ты был? Я пытался хоть что-то сделать. Ты поправишься, обещаю. Я всё исправлю. Правда, мам? Конор. Остановись, прошу тебя. Нет. Нет, есть один способ. Поверь. Просто доверься мне. Ты должен отпустить меня, сынок. Я не могу этого сделать. Я не могу этого сделать. Женщина в униформе. Когда мы говорим о тотальном запрете на применение сверхсилы, это касается общественной безопасности. Как запрет помешать присутствникам использовать сверхсилы? Им плевать на законы. Запрет ударить по невинным людям, с даром. Вот и всё. Дело в дом. Лина! Отец приехал. Иду. Она сегодня в ударе. Всё падало со стен, со стола. Дети в школе её боятся. Привет, пап. Солнышко. Давай поговорим об этом потом. Как тебе сахарная вата? Что такое, детка? Вы с мамой скоро откажетесь от меня? С чего ты взяла? Так все делают сейчас, когда дети такие, как я. Кто тебе такое сказал? В новостях слышала. Простите, вы офицер парк? Это, возьмите. Папа, кто этот дядя? Один знакомый, детка. Идём. Идём. Спасибо. Поздновато идти на сделку, Коннор. Ты должен сдаться. Сдамся, когда все доделаю. Это не просьба. Если сидеть сложа руки, Пси уйдет. И Сад Глифф тоже. Четырех копов убили. Может, уж не бери, был прав. И я очередной преступник, как мой отец. Он поплатился, и я поплачусь. Но моя мама, она единственный свет во всей моей жизни. Я могу сдать вам Сад Глиффа. Если вам этого мало, пристрелите меня. Ведь без нее мне все равно незачем жить. Дроны были перед звоном 11. Те, ставайте, что вы садитесь по 5 метров. 109-й на месте. Осмотреваем местность. Уходом может быть стреляющим. В 109-й докладывайте. Наркокурьеры везде снают по городу. Сад Глифф пока не обнаружен. Все на выход. Надеюсь, ты не ошибся. Джонсон, сегодня серьезная операция. Смотри, не облажай. Да пошел ты! Откроем план! А то будет, как в прошлый раз. Я тебе сказал. Не поймем. 108-й, штабу 2. Взлетаем. Штаб 2, 108-му. Принято. Опознанные тела 4-х погибших в перестрелке полицейских. Неа, ко мне. Неа! 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 Давай. 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 Это 108-й, 30 метров за цели. Сразу готовы к высадке. Руки вверх, вашу мать! Давай, давай! Не сопротивляйся! Снимай, сейчас же! Руки, мать твою, подними! Раю зацеплен. Противные подразделения готовы. Готовьтесь к прорыву. Вы двое к обходу. Вы быстро встали. Производитель суды. Производитель суды. Производитель суды. Вы быстро встали через черный хлам. Противные подразделения timeline. Противные подразделения готова. Противные подразделения. И они тренированы с способом. И они которые говорят сelectр정이ania. Вы gaanlisted, но все надеемся от того, что вас любят защищать cuando можно Crew, она не ост Mercivon. Вы еще проистupunка, У меня короче-то! Ничего не вижу! Маркус! Ух! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...